Салон парикмахерская Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Подозрение падает сразу на четверых героев и тут начинается самое интересное. Пристрастный допрос сыщиков, откровения и вспышки гнева. Оказывается, что мотивы для преступления есть у каждого. Один из главных героев, детектив Николай Пастухов, с кошачьей грацией берется за распутывание клубка, то есть хитросплетенного дела. И вот, когда следствие заходит в тупик, на помощь приходят зрители, которые задают наводящие вопросы самим персонажам. Вот был вопрос, вот там как раз близко. Пожалуйста, молодой человек. Что было в чемодане старого Гакова? Вопрос. Есть ли кто-нибудь из присутствующих левша? Потому что мне кажется, что правшир с левой стороны ударить достаточно сложно. Была такая фраза, что Кристина сказала, что ты будешь делать, когда она нас покинет. А был ответ. Покинет, потому что поедет на гастроли. А такие могут быть гастроли, когда мы все под санкцией. Замечательная версия, потому что действительно, вы как-то, понимаете, нужно будет это изучить. Выходишь, ну, в полном смысле на Голгофу на сцену, потому что, ну, неизвестность. Вот тебя вот, ты как в прорубь с холодной водой окунаешься. Нужно быть и Фрейдом в какой-то степени, понимаете? Быть психологом, быть, может быть, таким, знаете, таким, скажем так, НКВДшником, ну, вот грубо говоря, да? Давайте в какой-нибудь, чтобы надавить на, ну, без рук, конечно, но надавить психологически на подозреваемое. Поэтому в этом смысле, конечно, большая палитра. Главный вопрос постановки «Кто же убийца?» звучит даже в антракте. Только теперь для сенсационного новостейного сюжета. В роли репортера еще один актер театра Александр Порываев. Скажите, как на ваше мнение, кто убийца? Ну, наверное, женщина. Ну, наверное, Кристина. Ну, подозрение, скорее всего, это Кристина. Ну, еще у нас есть версия, что, возможно, это вообще сговор. Сговор. Да, вот эти, сколько их там, пять человек? Все убили. Все они, да, в сговоре, потому что, так или иначе, это Изабелла им как-то насолила в свое время. Его нет в салоне, кто-то другой, не из них кто-то, не из персонажей. Не из персонажей. Но кто-то наверняка убил. А мне кажется, все-таки это она жива, и это все подстава. Подозрение? Наверное, убийца сидит в партере. Ваши мнения, кто убийца? Мое? Я знаю. Я тебе, можно сказать, на ушко? Ты потом проверишь меня, нет? Давайте. Думаете, Скоробогатов. А что, что случилось? Думаю, это женщина. Вот. Это уже четвертый человек, который подозрение падает на женщину. Я думаю, не без оснований. Потому что на такое способна только женщина. На такое способна только женщина. Такой вердикт вынесла большая часть зала. И перед тем, как опустится занавес, зрители завороженно слушают проникновенный монолог актрисы Марии Кондратенко. Ну, конечно, когда я уже поняла, что сегодня я, уже как бы сразу начала внутренняя моя природа готовиться к этому финалу. Мы начинаем от абсолютно какого-то бытового театра сначала. Потом мы окунаемся в какую-то комедию масок. Потом мы окунаемся вообще... Для меня финал это вообще драма, если честно. И поэтому вот эти быстрые, очень резкие перестройки для зрителя, мне кажется, интересны. И для нас сложны. Почувствовать себя не только в роли зрителя, но и сыщика – такая возможность появилась у всех крымчан. В спектакле «Последний клок» три разных финала. А значит, назвать имя убийцы в следующий раз сможете именно вы. Редактор субтитров А.Семкин